Шесть произведений монументального искусства и месяцы кропотливой работы. Члены экспертного сообщества выбрали лучшие макеты для будущего памятника Павлу Мочилову. Определить самую достойную из работ – вопрос тонкий и деликатный. Для этого в Самарский дом архитектора пригласили настоящих профессионалов своего дела. Специалисты скрупулезно изучали макеты будущего памятника, который должен стать одним из центральных объектов на обновленной площади Мочилова. Тут нужно ориентироваться, может, будут люди участвовать в обсуждении, кто видел и хорошо знал его хоть немножко. Не просто по фотографии, было бы здорово. Портретные сходства – только один из основных критериев, которым руководствовалась профессиональная жюри. Ветераны Куйбышевского металлургического завода обращают внимание на важные детали, из которых складывается образ легендарного руководителя. Почетный гражданин Самарской области Максим Борисович Аводенко долгие годы руководил заводом уже после Павла Мочилова. По его словам, Мочилов был человеком ответственным и серьезным. На груди всегда носил звезду героя социалистического труда с золотым отливом. Именно этой наградой он больше всего дорожил. Главное, что для всех людей должна быть, это награда звездочка. Он везде тоже это. И звездочка должна быть золотой. Вот если они смогут сделать на памятнике, чтобы звезда отмечала, и лицо похоже было, это тогда будет замечательно. После продолжительной дискуссии члены жюри первое место в конкурсе решили не присуждать. Второе место поделили между собой Салават Щербаков и Тимофей Королев. Почетное третье место у Карена Саркисова. Макеты необходимо доработать. В частности, скульпторам придется создать более выразительные образы, найти современные решения при создании постамента, а также рассмотреть возможность включения металла в композиции. Членам конкурсной комиссии предстоит оценить макеты до 15 июля. В сентябре памятник займет достойное место на площади около Дома культуры металлургов. Сейчас ее вместе с бульваром комплексно благоустраивают по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События.